Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители канала Сады и Цветы! Приглашаю вас прогуляться по моему саду в середине апреля и посмотреть, что цветет на данный момент. Я нахожусь немножко в, скажем так, подавленном настроении, потому что в понедельник и вторник обещают заморозки до минус 2 градусов. И я не очень представляю, как, например, багряник японский или распустившийся уже сегодня клематис диамантина, первый цветок действительно раскрылся, перенесут этот заморозок. Или, например, хосты, которые раскрыли листья. В общем, посмотрим. А хосты действительно уже раскрыли листья. Вот это, например, знаменитая джун, прекрасная и очаровательная в любой стадии своего развития. А на заднем плане вы видите желтый бороразвесистый ауреум. Он уже зацветает, появляются колоски. Очень нравится, как по весне выглядит этот слаг декоративный. Он добавляет, конечно, в цветники свежести своей яркой желтой окраской. Летом он зеленеет и становится незаметным. Я позволяю ему сеяться везде, где только можно, потому что он действительно оживляет весенний сад. Семена его я предлагаю, ссылка в первом комментарии. Собирается цвести клематис Нубия и сидящий с ним в компании Катран Серцелистный. Вот он уже заложил цветоносы. Интересно выглядит на фоне обрезанного напень пузыреплодника темные триумфтюльпаны Queen of the Night. Они еще не отцвели. А это первый распустившийся в саду лук. Мам дорогая, апрель на дворе. Середина апреля. И клематис диамантина. Первый раскрывшийся цветок. Он никогда не раскрывался у меня так рано. Вот такая ранняя весна в этом году. Удивительно. Боюсь, что заморозки, конечно, снесут все это роскошество, которое планируется. Под клематисом сидит перловник одноцветный или одноцветковый. Орбидо. Он тоже уже зацветает. Как я всегда говорю, любимый злак дизайнеров Челси. Его всегда очень много в любых садах на этой выставке. Его семена я тоже предлагаю. Вовсю цветет огненный молочай Гриффита Дикстер. С оранжевыми прицветниками. А рядом возвышается архитектурный василисник гибридный эльмин. Очень красивые листва. Конечно, это его самое главное достоинство. Цветение у него, я бы не сказал, что очень красивое. Но, тем не менее, 3 метра высотой в цветении. Заложил стрелки. собирается цвести нектарас кордум сицилийский или лук сицилийский сейчас его отнесли к роду лук на самом деле пахнет он как чеснок но очень очень красивые зонтики бежевые соцветий и он привлекает в сад огромное количество пчел все будет когда он цветет его семена кстати я тоже предлагаю он легко достаточно выращивается из семян зацвел дерен мужское вот такие у него невзрачные зеленые цветки которые пока маленькие и поэтому зеленые потом они станут большими и белыми интересно конечно наблюдать за этими метаморфозами и очень красивые у него плоды а под ним цветет зале которую я когда-то покупал для украшения крыльца а потом пересадил сад обрезанный на пень барбарис растет не поднял а по часам и очень яркая окраска молодых побегов листья крупнее все как всегда когда обрезаешь кустарники на пень хочу показать вам мискантус китайский грацелимус осенью он конечно великан а вот весной можно увидеть что в центре ничего уже практически не осталось растет он только по периферии куста центр пустой то есть по идее надо его конечно делить выкапывать но такую махину как представлю не охота этим заниматься конечно когда-нибудь все таки придется такая же история с переста щетинниками или пенесетом вообще многие злаки ведут себя вот таким образом тем временем живая изгородь из дерена белого сибирика сомкнулась буквально две недели назад еще можно было смотреть сквозь нее сейчас это уже практически невозможно морозники уже практически отсвели и завязали плоды меня предупредили что может быть обильный самосев но пока у меня его не было посмотрим будет ли в этом году интересно что получится я не против пусть сеются очень красиво смотрится пурпурная ажурная листва клопогона джеймс комптон и вторят необычные вот тоже темные молодые побеги амсонии ивалистные они по весне действительно такие очень темные с металлическим отливом семена амсонии ивалистной и ее сестра амсонии восточной я тоже предлагаю на вот так по весне выглядит амсония восточная у нее красивые опушенные побеги об зарослях горца стеблеобъемлющего альба кровохлебки пин прашес и астра лакс ключ цветет огромная картина тюльпана позднего сон солнышко уже садится поэтому цветки закрыты не могу не показать вам свой декоративно-листный уголок это подофил споти доти рядом доцветает мугдения руси с кленовыми листьями хоста эль ниньо хосок высокая аурея желтыми листьями желтая декоративная листная смородина красная фатиния и вдалеке сидит махровый мускари очень красивый сорт с огромными совершенно соцветиями и действительно махровый продолжает свести дармера на заднем плане распустила листья керенгишоума дла невидная потихонечку отцветают баданы и зато готовится зацвести пионы стоят уже в бутонах зацвел лихний с кукушкин цвет тоже сеется у меня везде ну и конечно не могу не показать роскошное цветение калины складчат эрозил у нее еще пурпурные листья помимо розовых цветов выглядит конечно действительно роскошно показались из земли листья зонечного растения малопоспермом пелопонесский называется он и это появление меня всегда завораживает смотрите какие другие пучки они свернуты и буквально через неделю они развернутся будут очень ажурными у меня есть два сеянца самосевных может быть получится привести их в москву не знаю на них листья уже развернулись вот так выглядит лист сеянца а корень у него кстати морковка а в целом сад сейчас выглядит так спасибо за внимание вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok